Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ну что ребята, сегодня 20 декабря, а это значит, что сегодня ровно 300 дней с начала войны, с начала того момента, когда фашистская Россия напала на Украину. И рассчитывала, как мы теперь знаем, мы видели их планы, видели их, как говорится, путевые листы для их фашистских колонн, что они рассчитывали через 18 часов быть уже в Киеве, а на третий день там проводить уже, как говорится, парад победы и все такое. Харьков они рассчитывали захватить за несколько часов, Одессу за один день, Львов за неделю. И закрыть вопрос, как говорится, с Украиной полностью. Но это не так сталося и отгадалось. Да, они не учли самого главного. Когда рашисты перли на Украину, когда вся эта террористическая путинская банда перла к нам, они не приняли во внимание одну простую вещь. Что с момента, того момента, когда украинцы были совками, прошло уже 30 лет. И за 30 лет у нас выросло новое поколение людей, которые не знают, что такое Советский Союз, для которых Россия просто чужая страна, причем явно не образец для подражания, а просто какая-то вонючая там, закордонная недогосударство, в котором полно нефти, но все живут как в Занзибаре по уровню жизни, да, и которая вообще не является каким-то примером, мягко говоря. У нас выросло поколение людей, которые почитают нашего Степана Андреевича Бандеру, а не какого-то там Ленина или еще какое-то там Лайно. То есть у нас выросло поколение людей, для которых Россия это просто чужая страна, причем абсолютно шизоидная, с абсолютно какими-то непонятными добильными амбициями, и на которую все смотрят, знаете, с такой смесью жалости, презрения и брызгливости. И вот эта вот мерзкая страна, вот это вот чудовище немытое, оно вдруг поперло со своими грязными немытыми же ручищами и копытами, поперло к нам и получало по морде, абсолютно ожидаемо. Для нас, для них нет. Они по-прежнему думали, что мы один народ. Один народ у вас в Тамбове, волки, вот это ваш народ. И те постесняются. Даже те не захотят с вами быть одним народом. Один народ, как они говорят, да? Ну вот один народ получил. Звездюлей. Так что с Блицкригом у них не получилось. Началась затяжная война, у них пошли мобилизации, у них пошло все. У них пошел развал экономики. Второй момент, который Путин профукал. Ну Путин вообще небольшого ума. Вы видите, он дедушка такой, ну глупенький, глупенький, который живет понятиями прошлого века. Ему бы в 1939, он бы там с Гитлером хорошо друг друга нашли бы. Они бы, кстати, очень хорошо договорились, потому что абсолютно одинаковые. Я даже думаю, что Путин и Гитлер это однояйцевые близнецы, которых почему-то там разъединили генетики с Альфа-Центаврой, которые пролетали на землю, вот разъединили их, и они как-то в разное время родились. А на самом деле это однояйцевые ублюдочные близнецы. Один и второй. И вот тогда бы он, да, он был бы на высоте. А в 21 веке, ну как-то вот он оказался полным молухом. И как результат полнейшая, полнейшая деградация Московии. Как результат полнейший, он сделал свою Московию полнейшим изгоем. Он больше не рукопожат. Его ни в одной стране мира они привечают. Только не надо мне рассказывать про Эритрею и Судан, да. То есть санкции задавливают их экономику. Против них санкций сейчас больше, чем против всех остальных диктаторских режимов вместе взятых. Их даже в спорт не пускают. То есть они стали полнейшими париями, не рукопожатыми. И знаете, на них косятся, их не боятся, нет. Их опасаются и смотрят на них, как на чуму. Вот как на заразных больных. Россия это заразный больной. А с точки зрения карты, это раковая опухоль, которая метастазы сводишлёт везде. Ну ничего, пролечить, да. Всё это лечится, всё это лечится, вылечивается. Сейчас мы как раз, украинцы оказались хорошими онкологами, да, да, да. Так что вот, отрабатываем мы сейчас по России. Всё нормально, ребята. И даже кот пришёл. Даже кот пришёл, вот. Он делает всё, что он хочет сам. Да, так вот, друзья мои, 300 дней. 300 дней украинский народ стоит, намертво стоит против бывшей второй армии мира, которую мы просто помножили на ноль. Сделали из неё всемирное посмешище. Из путинской, этой шайки-леки, мы сделали анекдот вселенский. Мы их опозорили. Мы их помножили на ноль. Но ещё не до конца, правда, но мы их обязательно домножим на ноль. И если кто-то думает, что вот эти вот ракетные обстрельчики, ещё что-нибудь, что там у вас, дроны-камикадзе или ещё что-то, заставят украинцев выйти и потребовать от президента... Я не понимаю, что они вообще хотят, да? Ну, это бред сумасшедшего. Это вы скажите своему Путину, что он живёт... Он там в бункере, он немножко потерялся и не понимает, где он живёт и в каком мире, да? Ему нужно иногда выходить на воздух, а не только нюхать там в бункере вот эти испарения, что-то там из чемоданчика, понимаете? У него тогда приветрятся мозги, и он будет немножко больше понимать. А так он просто ослом выглядит. Он и есть осел, хотя да простят меня ослы. Вот, так что вот такие вот пироги. Ребята, Збройные силы Украины forever, они доложили этим гадёнышам так, что они и детям своим закажут, и внукам своим закажут ходить в Украине, когда просчитают, сколько там на самом деле потерь. И ещё один момент. То, что вы думаете, что ваши беспилотники летят сюда, на трёхсотый день войны? Вы не думаете, что не полетит обратно? Потому что, я всегда говорил, никогда в жизни не бывает так, что война ведётся на территории одного государства. Тем паче в таком вот мире нашем, да? Где расстояния стали вдруг очень короткими. Привет, Москва. 300 дней войны. Слава Украине.